Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальностью, и я украинка. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, чего не знает 95% людей. И это на самом-то деле грустно, но есть хорошая новость, потому что вы будете об этом знать. И потому что это знание поможет вам преуспеть, преуспеть в вашей жизни. Ведь до тех пор, пока вы живы, движение продолжается. Итак, одним из очень важных моментов в жизни является развитие. Многие люди считают, что развитие это про то, чтобы родиться, пойти в садик, потом в школу, потом в институт классно, устроиться на хорошую работу, потом пенсия и умереть. Ну, не очень, согласитесь, как-то мне эта картина вообще не нравится. Особенно учитывая, что ведь и на этом пути дорожки очень сильно расходятся. У одних преуспевающие работы, классные бизнесы, путешествия, дома, крутые отношения, что-то происходит. А у других в одном месте вырос, в одном месте умер. Ну, или какие-то очень маленькие сподвижки. Есть люди, которые не могут дождаться утра для того, чтобы пойти на работу, придумать новый проект, еще снова что-то запустить. И другие, которые с нетерпением ждут выходных, чтобы поскорее напиться, наесться, забыться и живут от выходных до выходных, чтобы ничего лишнего не сделать. Согласитесь, картины очень и очень разные. И я уверена, что многие из тех, кто смотрит это видео, сейчас говорят, ой, это у меня главная проблема, это вообще выжить. Едва свожу концы с концами, все время думаю про деньги и так далее, и так далее. Я хочу начать с того, что люди отличаются не только национальностью, возрастом, цветом волос или глаз. Люди все отличаются уровнем своей энергии. Скажем так, если мы с вами возьмем краны с водой, 10 умывальников, то везде будет течь холодная и горячая вода. И везде будут краники. Но если мы с вами по-разному раскрутим краники, например, здесь только холодная, здесь на несколько капель, а здесь полный напор и холодная и горячая, мы с вами увидим абсолютно разные результаты. Вот этот человек, каждый обладает огромной энергией. Но большинство людей используют свой потенциал от силы на 5%. На 5%. Как это выглядит? Ну, приблизительно так. Человек, давайте на примере спорта, мне это нравится больше, не то, что больше, это больше вам будет понятнее. Вот человек, например, все знают, что классно заниматься спортом. Все очень любят смотреть на людей с красивой фигурой. И, наверное, если бы подойти к любому и спросить, хотел бы ты себе такое тело и показать картинку нормального мужчины, подкачанного. Я сейчас не про бодибилдера, просто с хорошим телом мужчина бы сказал, да. Показать стройную, красивую, подтянутую девочку, мы бы тоже сказали, да, я хочу такой быть. И вроде бы все прекрасно понимают, что для этого нужно делать. Но не делают. К примеру, все знают, что спортом надо заниматься, и сейчас это вообще активный тренд. Еще каких-то 15-20 лет назад спорт был, что называется, для богатых. Сегодня тренироваться можно очень по-разному. И тем не менее, большинство людей считает, что если они проходят две остановки пешком, иногда от работы до троллейбуса, то в принципе это уже нормально, я занимаюсь физическими упражнениями, я нормально, я там хожу, я там чего-то делаю, делаю вечернюю прогулку. И это и есть те самые 5%, которые использует человек, но уже при этом в его голове есть некое представление о том, что он почти спортсмен. В какой-то момент времени происходит что-то в нашей жизни, какой-то такой, знаете, нюанс. Ну, например, я не знаю, вы побыли на пляже или встретились с другом, который вдруг очень классно стал выглядеть. Раньше был такой, как вы, а сейчас стал лучше. И у вас появляется мотивация, и вы думаете, блин, я тоже за себя возьмусь. И вы там начинаете приседать по 10 минут в день, может быть, даже записываетесь в зал. В общем, немного повышаете свою активность. И таким образом используете 10% своего потенциала. Меняется ли глобально что-то в вашей жизни? Да, в общем-то, нет. Учитывая, что вы начинаете забывать, потому что 10% не дают такого сдвига в вашем внешнем виде, для того, чтобы у вас появилась мотивация. По сути, с жизнью точно так же. Вы как-то там себе живете, как-то там у вас есть какие-то деньги, какая-то работа, что-то у вас происходит. И вдруг вы попадаете на мое видео, или на чье-то видео, или попадаете на какой-то тренинг, или узнаете о какой-то существенных жизненных изменениях, победе у своей подруги. Например, как это было когда-то у меня, когда моя подруга взяла машину в кредит. Машину в кредит себе. А я без машины, без прав. И вас это на что-то сподвигает, на какое-то действие новое. Вы думаете, я тоже хочу, хочу этого успеха. И вот вы два дня ходите в автосалоны, смотрите на машины, еще три дня узнаете про автошколы, а потом забываете. И, собственно, ничего глобального в вашей жизни снова не меняется. Большинство людей живут вот такими волнами. Когда у них появляется план получить хорошее тело, новую работу, что-то поменять в жизни, а затем происходит обычный откат и возвращение в свою среду. Такие качества проявляются у людей по-разному. Многие знают своих друзей и знают, что друг сейчас скажет, давай-давай-давай, мы будем что-то делать, кивают ему головой, потому что абсолютно точно убеждены, что через два дня друг обо всем забудет. И мотивация исчезнет. И вот именно так живет 95% людей на нашей планете. Нет никакой энергии, не используется это. Человек находится в своей зоне комфорта, достаточно низкого уровня, это жизнь. Из которой не хочет вытекать. Почему? Потому что любой выход из зоны комфорта – это увеличение напора энергии. Это означает, что тебе придется делать больше, чем ты делал раньше. Тебе придется стать более организованным, дисциплинированным, больше успевать. И только когда начинается включаться эта энергия, все больше и больше, больше и больше, тогда начинают происходить скачки. Посмотрите внимательно на бизнесменов, предпринимателей, дипломатов, президентов. Посмотрите, сколько делают эти люди. Посмотрите, сколько дел, встреч, всего они успевают. И при этом у них есть время на спорт, на семью, на фотосессию, на что-то еще. Когда вы смотрите на таких людей, вам кажется, что они немного ненормальные. Когда они все успевают? Когда они успевают рожать детей, ходить в спортивный зал, делать бизнесы, заниматься еще какими-то вопросами, иногда смотришь и бытовыми, и еще куда-то путешествовать? Как это возможно? А возможно это достаточно просто, когда ты начинаешь увеличивать свою энергию. Знаете, почему успешные люди занимаются спортом? Потому что спорт это ресурс, это энергия, энергия, которая начинает идти через твое тело. Потому что когда ты включаешься в чем-то одном, например, ты начинаешь заниматься тем же спортом, начинает меняться твое тело, тебе хочется становиться лучше и в чем-то другом. Ты начинаешь подкачивать все, тебя это драйвит. И чем больше ты этого отдаешь и, казалось бы, должен уставать, тем больше ты начинаешь это получать. Знаете, когда у людей начинаются настоящие переключения в спорте? Я вам расскажу. Как правило, все считают, что настоящее переключение и спортом нужно заниматься тогда, когда у тебя есть проблемы с лишним весом. Но если вы зайдете в зал, то вы увидите там в большинстве своем 85% очень стройных и спортивных людей с красивыми телами. История заключается в следующем. Когда ты только начинаешь и не видишь результата, обычно 95% людей сливаются, сливаются. Но результатов нет, а надо что-то делать. Но когда ты переходишь вот это плато и когда ты вдруг начинаешь видеть свои изменения, ты начинаешь налегать, простите, другого слова не могу, подобрать сейчас на это еще больше. Ты начинаешь кайфовать от результата. Чем лучше ты становишься в любом деле, тем больше тебе хочется работать, тем еще совершеннее тебе хочется быть, тем больше сил и энергии у тебя появляются. Тебя это уже не истощает, а наоборот наполняет. Обычный человек, идя в зал, после часовой тренировки может лежать, потом не вставать. Человек, который делает это регулярно, кайфует от этого, потому что сил после тренировки становится больше. Он идет не для того, чтобы в залах потерять эти силы, а для того, чтобы выйти с еще большим количеством. И я хочу, чтобы вы осознали этот принцип и поняли самый главный момент. Вам необходимо, если вы хотите перейти в эти 5% людей, вам необходимо не только поставить себе такую цель, но и быть готовым к тому, что вы будете хотеть скатиться. Поэтому всеми силами схватите того тренера, того человека, не знаю, ту систему, схему, за которой вы идете и дайте себе возможность, хотя бы в течение месяца, говорят, что привычка вырабатывается 21 день, но я могу точно сказать, что месяц в любой сфере, в изучении языка, в изучении любого нового навыка, в изучении, в занятиях любым делом дадут вам перелом. И как только вы увидите, что у вас начинает получаться, энергии станет значительно больше. Почему я затронула эту тему? Дело в том, что я веду очень крутой марафон по изменению и перестройке мышления человека, а как результат перестройки всей его жизни, которая называется «Рерайтер жизни». И у меня есть там специальный урок, который называется «Откат». Дело в том, что когда люди приходят ко мне на марафон, они очень быстро накачиваются и очень быстро начинают включаться. Очень хочется изменений, мы описываем там свою жизнь, изучаем законы управления реальными, реальностью, и вдруг проходит неделя-две, а в жизни еще ничего не поменялось. Это как две недели ты уже тренируешься, а талия до сих пор не 60 сантиметров. И начинает твой мозг говорить тебе, да ладно, да развод, зачем тебе это надо, да мы так с тобой мучаемся, да мы так страдаем, ради чего? И вот здесь очень важно выключить. Вот знаете, когда на тренировке очень больно, нужно просто закрыть глаза и просто делать. Не думая о том, как больно, сколько времени осталось, просто делать. И когда происходит вот этот момент, вы переплываете и видите какие-то первые результаты, у вас просыпается второе, третье, пятное дыхание, а в результате вы на клеточном уровне меняетесь настолько, что откатываться назад уже не хочется. Я хочу, чтобы вы это знали. Я хочу, чтобы вы знали, что каждый в жизни пробовал и каждый получал откаты, но возвращается всего 5%. Те люди, которые ездят на хороших машинах, которые выруливают из любых жоп, которые даже в военное время умудряются продолжать жить, развиваться, это те самые 5%, которые не дают себе откатиться или откатываются, снова поднимаются и начинают идти. 1 июня стартует мой новый поток марафона «Рерайтер жизни». Если вы хотите изменить свою жизнь, если вы хотите наконец-то перестать вечно находиться в этом откате и постоянно искать оправдание, почему с вашей жизнью что-то не так, приходите. Я не обещаю, что ваша жизнь изменится. Я обещаю, что я дам вам максимально все, включая силу, энергию, знания, руку, для того, чтобы у вас получилось. Но так или иначе, все всегда зависит исключительно от нашего желания. И если вы готовы это сделать, я вам точно помогу. Ну а если нет, по крайней мере, живите с этим знанием и возможно в какой-то момент, когда вы поймете, что вы готовы, вы будете точно знать, куда и к кому вам обратиться. Я обещаю каждую людину, каждого украинца и с нетерпением чекаю на перемогу людства, перемогу силы, людской силы, внутренней силы, перемоги над собой, перемоги над теми врагами, которые как и в внешнем, так и в внутреннем свете вбивают те, заради чего мы хотим жить.